В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Загрязнение окружающей среды строительными отходами, отсутствие детских площадок торговой точки с некачественным алкоголем в поселке Шмидта постепенно начинают решать наболевшие проблемы. Со своими чаяниями жители обратились к депутату городской думы от железнодорожного района Александру Фетисову. И уже есть результаты. В поселке строят офис врача общей практики, скоро оборудуют детские площадки. Можно ли нам сделать где-то в этом районе, хотя бы вокруг найти место детской площадки? Они у нас беденькие, ходят вокруг этого авангарда. Вот смотрите, я что хочу сказать. Раз у нас тут местное самоуправление, раз мы вместе все решаем, вот сейчас за лето я вам обещаю, что делаем две площадки детские. Территориально в центре города, по факту на Аджибе. Поселок Шмидта в железнодорожном районе Самары долгое время оставался в стороне от внимания властей. Проблем накопилось достаточно, но за один год, конечно, все их решить нельзя. Жители ждет планомерная работа. Что требует первоочередного внимания, председателю Самарской городской думы Александру Фетисову рассказывают сами люди, которые десятки лет живут в поселке. Социальный приют напротив школы и детского сада – головная боль всех родителей. Там не бомжи, но такие вот полубомжи. И дело в том, что они так вот, их утром выпускают оттуда на весь день, и туда их не пускают, и только вечером. И вот они целый день по поселку ходят. Неприятное зрелище. Сами понимаете, школьники, детский сад. Отсутствие аптеки, дома культуры и других составляющих комфортной жизни – еще полбеды, говорят жители поселка. Один из самых наболевших вопросов – дороги, а точнее направления, шутят люди. Хоть на повозке с лошадьми пересаживайся. Вот там вот бараки, где стоят, последний барак, там уже сараи у них ненужные. Может быть их снести и делать нам дорогу нормальную. Решить проблемы можно, главное – работать сообща. Активные шмидтовцы постоянно проводят мониторинг поселковых трудностей. На встречах со своим депутатом получают конкретные ответы на вопросы. И готовы сами включаться в любые работы по благоустройству и наведению порядка. Очень важно, что люди здесь сплоченные, да, с одной стороны. А с другой стороны, вот здесь большая часть вставляет частный сектор, да. Человек, который вот так живет, он свои проблемы всегда приучен, цизмальствую, решать сам. И вот две вот этих вещи, да, с одной стороны самостоятельность, а с другой стороны такая общинность, она вот создает условия для того, чтобы все-таки мы вот многие проблемы, тем более в условиях реформы местного самоуправления, более эффективно решали. Лед тронулся уже этим летом. Маленькие жители поселка Шмидта смогут играть на новых детских площадках. Кроме того, здесь появится аптека и медицинский пункт. Марьяна Мирна, Алина Чемерис, Максим Гусев. События. Здесь же, в поселке Шмидта, началось предварительное народное голосование. Победители станут кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах в районные советы депутатов. Проголосовать смогли не только жители Железнодорожного, но и Куйбышевского района города. Всего в Самаре работало 30 точек. Знаем, кого выбираем, говорят жители поселка Шмидта. На предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия», они сделали свой выбор в числе первых. Варвара Чочиева уверена, благодаря тому, что теперь своих будущих депутатов жители знают лично, а не только в лицо, жизнь наладится быстрее. Это наш поселок. Как бы хочется, чтобы он выглядел намного лучше, чтобы для детей что-то делалось. Ну и для нас тоже, для жителей поселка. Потому что не безразлично к жизни поселку. Все кандидаты – это все наши люди, которых мы лично, я вот знаю давно, очень много лет. С 1986 года знаю. С некоторыми я работала, общалась. Людей надо знать близко. Не вот на расстоянии, а близко знать их дела. Что они могут, их возможности, что они могут, как они это выполняют, свои обещания. Благоустройство дворов, новые детские площадки. Чтобы проголосовать за обновление района, на пикет на пересечении улиц Урицкого и Аксакова жители шли с самого утра. Местная активистка Антонина Касимцева уверена, никто не останется в стороне. Знаю этих людей, встречались мы с ними. Они приходили к нам, обсуждали все вопросы. Ну, в общем, наш дом и наши ближайшие дома, они все будут голосовать обязательно. Куйбышевский и Железнодорожный стали первыми из девяти районов Самары, где пройдет предварительное народное голосование. До 26 июня пикеты будут работать в каждом районе города по три дня. По итогам голосования определятся победители, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Это человек, который здесь проживает, который здесь находится 24 часа в сутки. Человек, которого лично все здесь знают, которому бегут всегда за помощью. Такие в будущем депутаты, я надеюсь, они могут представлять интересы и понимая всю локальную повестку той территории, на которой они проживают. Потому что, несмотря на то, что у нас городской округ Самара, но город очень большой. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвуют порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей в городской думе будут 284 депутата. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Директором Самарского муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» назначен Сергей Быков. Более 30 лет он проработал в структуре Министерства внутренних дел, имеет звание полковник полиции. До прихода на муниципальную службу руководил Центром профессиональной подготовки к Главному управлению МВД России по Самарской области. В качестве нового директора ТТО Сергей Быкова представил на оперативном совещании в мэрии глава администрации Самары Олег Фурсов. Электрооборудование не менялось более 50 лет, оно уже не отвечает современным представлениям о энергоэффективности, о энергосбережгающим технологиям не отвечает. Поэтому совместно будем эти задачи решать. Максимально бережно отнестись к людям, максимально бережно отнестись к ресурсам. Очень надеемся, что нам с вами вместе удастся ситуацию развивать в лучшую сторону. К другим темам. Разбоев с начала года меньше на 50%, краш на 25%. Эти цифры начальник областного главка Сергей Сладовников озвучил на встрече с самарскими блогерами. Что еще интересовало завсегдатые в социальных сетях, расскажет Лариса Шалафаст. Спасибо за покой и порядок в самарских дворах. Встреча с блогерами началась с благодарностей. Сейчас в рядах добровольной дружины Самарской области более 3,5 тысяч человек. В ночном патруле принимают участие 600 добровольцев. Первые итоги радуют. Во время ночных рейдов задержано 84 водителя, управляющие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Блогеры признались, за действиями главного полицейского области следят пристально. И поинтересовались, на какие средства полиция планирует закупить мотоциклы иностранного производства. Вообще, МОС Владовников хочет, чтобы те, кто к мотоциклам БМВ оплатили из бюджета Самарской области, а не за счет родного ведомства, если марка и конструкция транспортных средств закреплены на уровне стандартов Министерства внутренних дел. Ежегодно органы внутренних дел Самарской полиции собирают свыше миллиарда средств со штрафов. И почему бы нам по системе, по программе софинансирования, часть этих средств не используют, так это делается в любых регионах из практики, не используют для построения утрезвителей. Они же тоже строятся на эти средства. Для постановки стационарных пунктов полиции, вот эти вот, которые сейчас мы предлагаем, и нашли поддержку у правительства. И в том числе и на приобретение техники. Создать большие пункты полиции в Крутых Ключах и Южном Городе, выйти с законодательной инициативой, пожизненно лишать нетрезвых водителей прав, расширить электронную базу украденных велосипедов. Предложений у блогеров к полиции много. Сергей Солодовников пообещал их детально проработать и в дальнейшем оставаться на связи с Самарским интернет-сообществом. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. В Парке Победы собрались работодатели, которые заботятся не только о выгоде, но и о безопасности сотрудников. Впервые в Самаре прошел общегородской праздник охраны труда. Десятки выставочных стендов – это возможность оценить новинки и перенять опыт. Те, кто проявил профессионализм в охране труда, получили благодарственные письма городского округа Самара. За считанные минуты автомобиль, в котором, по легенде, пострадали люди, разбирается на части. В борьбе за чужие жизни работники спасательной службы нередко рискуют своими. Чтобы не оступиться, каждый шаг должен быть тщательно спланирован. Необходимо отключить аккумулятор, ликвидировать разлив ГСМ, если такое случилось, обезвижить автомобиль, чтобы он не перевернулся, ограждение выставить, чтобы никто, если это на дороге происходит, чтобы машина тебя не сбила мимо проезжающие. После этого, как все эти операции ты выполнил, можешь начинать работать. Участниками праздника стали более 30 госучреждений и коммерческих компаний, которые работают в сфере охраны труда, производственного контроля, организуют профильное обучение, разрабатывают средства защиты. На первом празднике – концерт, дефиле в спецодежде, показательные выступления пожарных. Но не всегда опасность очевидна и ярко выражена, как, к примеру, огонь. За уровнем вибрации и ультразвука специалисты по охране труда следят с помощью вот такого прибора. Для самих же рабочих угроза здоровью и жизни может быть незаметна. В таких случаях спасает техника безопасности, которую соблюдают далеко не все. Люди зачастую не используют средства индивидуальной защиты. То есть, если, например, на каком-то производстве действительно очень шумно, есть превышение, людям выдают беруши либо наушники, они просто говорят нам неудобно ими пользоваться. Людям выдают защитные очки, они ими не пользуются. И это чревато травмами и профессиональными заболеваниями. За последний год в городе на производстве пострадали около 500 человек. В группе риска – монтажники, слесари, электромонтеры, строители. Безопасность рабочих зависит от условий труда и от концентрации их собственного внимания. А чтобы хорошо работать, люди должны иметь возможность хорошо отдыхать, уверен глава администрации Олег Фурсов. Работа в направлении создания хорошего настроения, создания условий для работы трудящихся, не должна останавливаться только на том, чтобы повышать требования в сфере охраны труда. Необходимо больше заботиться о качестве отдыха наших людей. И вот нами принято решение восстанавливать постепенно все те тюрбазы, которые в большом количестве существовали, лет 20-30 нажать в нашем городе, чтобы простой человек мог в них оздоравливаться, отдыхать, получать хорошие эмоции и в дальнейшем качественно и производительно, эффективно работать на благо развития нашего города. Глава администрации вручил награды представителям компаний, достигших успеха в сфере охраны труда. Праздник, посвященный трудовой безопасности, планируется сделать традиционным. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На Чеку всегда должны оставаться и родители. Более 150 ДТП с участием несовершеннолетних детей произошло в Самарской области с начала года. При этом в половине случаев подростки в качестве пассажиров находились в автомобилях без специальных удерживающих устройств. За безопасностью ребенка при езде нужно следить с пеленок, напоминает инспектор ДПС. В преддверии акции «Неделя дорожной безопасности» молодым мамам в больнице имени Середавина вручили детские кресла. Маленькому Илюше несколько дней от роду. Перед выпиской из роддома он волнуется не меньше мамы и папы. Неудивительно, ведь сегодня многое в жизни происходит впервые, в том числе поездка на машине. Немного успокаивает подарок, который для него приготовили сотрудники ГИБДД. Теперь дорога домой и в гости будет не только комфортной, но и безопасной. У нас бабушка с дедушкой далеко в деревне живут отсюда, они в Чувашской республике. Мы периодически к ним ездим, когда используем придерживающие ребенки детские. На дорогах проблем нет и с правоохранительными органами тоже для себя очень безопасно. Каждый год в Самарской области рождается более 40 тысяч детей. Из них в родильном отделении больницы имени Середавина на свет появляется более трех тысяч. По словам докторов, их задача не только принять роды, но и рассказать родителям, как сохранить здоровье ребенка на протяжении всей жизни. Очень тяжело видеть детей в нашем травмцентре, который в нашей детской больнице, после дорожно-транспортных происшествий. Поверьте, это очень тяжело видеть это. Поэтому мы все должны, все члены нашего общества, особенно родители, должны заботиться о детях. Более 150 ДТП с участием несовершеннолетних детей произошло в Самарской области с начала года. При этом в половине случаев подростки в качестве пассажиров находились в автомобилях без специальных удерживающих устройств. Начало летних каникул. Сейчас дети начинают активно перемещаться с помощью транспортных средств к местам отдыха и, соответственно, обратно. И тут очень важно, чтобы в этот период времени родители понимали о необходимости использования детских удерживающих устройств. В случае ДТП именно детские удерживающие устройства очень значительно сокращает риск получения телесных повреждений или тяжких телесных повреждений, когда скорости уже повышенные. Штраф за перевозку детей без специального кресла или устройства – 3000 рублей. Но стоит помнить, что платой за обеспеченность могут стать не только деньги. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События. Социальную поддержку от государства получают более миллиона жителей Самарского региона. Тех, кто эту помощь оказывает. Тех, кто не может оставаться равнодушным к проблемам других лучших социальных работников. Чествовали в Самарской филармонии. Помогать людям – мое призвание, рассказывает Валентина Зорина. Теперь она носит почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области». Много лет Валентина Николаевна проработала врачом и уже больше 10 лет руководит реабилитационным центром для инвалидов и ветеранов. Эта категория людей особенная. Каждому нужно найти свой подход. Подход должен быть терпеливый, подход должен быть доброжелательный, должен быть, ну, грамотный он должен быть, подход. Квалифицированная помощь и доброжелательное, доброе отношение к людям являются основой нашей профессии. На территории региона работают порядка 40 учреждений соцзащиты населения, куда обращается практически каждый третий житель Самарской области. Также действуют 47 центров социального обслуживания. Ежегодно помощь получают более 400 тысяч инвалидов, ветеранов и пожилых людей. Из областного и федерального бюджетов жителям региона предоставляется 126 социальных выплат. Их получают больше миллиона человек. В этом году особое внимание ветеранам. Сейчас нам запланировано 650 миллионов рублей. Это тоже самая большая цифра в стране, которая придет к нам. И там даже с авансом небольшим, если вдруг что-то будет, для того, чтобы все они были в год с 20-летия. Восемь лучших работников социальной защиты населения получили почетные грамоты губернатора Самарской области. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Четверо самарских ребят заняли призовые места в финале третьего национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia. Соревнования проходили в Казани. Глава администрации Самара Олег Фурсов поздравил молодых профессионалов с высокими достижениями. Чуточку фантазии, отрез ткани и несколько взмахов иголкой. Все, что нужно, милюзи Зайдулиной, чтобы платье мечты стало реальностью. Не волшебница, пока только учится на дизайнера одежды. Но уже обошла всех конкурентов в финале третьего национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia в Казани. Какие-то приемы я для себя запомнила. Вот очень интересно было наблюдать за другими. Самое трудное, наверное, собраться с силами и вложиться в то время, которое тебе задали. Кондитерскими шедеврами поразила жюри студентка Самарского техникума кулинарного искусства. Торт и пирожные в ее исполнении оказались самыми красивыми, аппетитными и вкусными. Сложное приготовление. Несколько полуфабрикатов в одном пирожной, несколько полуфабрикатов в другом. Торт у меня шел из бисквита, из желе, из прослоев. То есть, ну, как бы непростой. 519 конкурсантов со всей России, а также из Казахстана, Белоруссии, Марокко, Израиля и Финляндии состязались в профессиональном мастерстве по 57 компетенции. Среди победителей призовые места заняли четверо самарских ребят. Глава администрации города наградил победителей почетными грамотами и благодарственными письмами городского округа Самара. Олег Фурсов отметил, если самарцы войдут в сборную России для участия в международном чемпионате в Сан-Паулу, власти города и области сделают все возможное, чтобы самарские ребята отправились представлять страну в Бразилию. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. И у меня на этом пока все. Обратите внимание, наш телеканал расширяет зону своего вещания. Настройте Самаргиз в кабельной цифровой сети «Волга Газ Телеком». Смотрите нас онлайн на сайте samar.tv через специальное бесплатное приложение для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на samargiz.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. По данным Росстата, инфляция в России в мае 2015 года замедлилась до 0,4%. В апреле этот показатель составил 0,5%, в марте 1,2%, в феврале 2,2%, в январе 3,9%. Майская инфляция совпала с прогнозом аналитиков. В целом, за январь-май 2015 года потребительские цены выросли на 8,3%. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в мае составила 15,8%. Несмотря на некоторые снижения, годовая инфляция более чем на 3% превышает ключевую ставку Центробанка. Эх, взрывем, когда рубль к нормальному курсу вернется. Самыми популярными российскими направлениями для отдыха стали Сочи, Санкт-Петербург и Анапа. Из заграничных направлений первое место заняла Прага. Египет и Шарм-Аль-Шейх стоят на второй строчке рейтинга. Турецкий курорт Анталия занимает третье место. В качестве одного из критериев рейтинга приводится стоимость проживания в номере отеля. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1656 пунктов. Среди лидеров роста – НМТП, аптечная сеть 36,6, Интеррау, Мечел, АФК-система, Солерс и Аэрофлот. Аутсайдеры – МРСК Центра, ФосАгро, Преф и Транснефти и Сургутнефтегаз. К открытию торгов в России сложился негативный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением. Европейские площадки закрыли день в красной зоне. На азиатских площадках динамика торгов нисходящая. Основное давление на российский рынок оказывают проблемы на Украине. Эскалация конфликта в соседнем государстве ставит под вопрос снятия с России экономических санкций. Курс доллара на 8 июня – 56,24 рубля, курс евро – 63,32 рубля, золото стоит 2126 рублей за грамм, серебро стоит 29,21 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63,68 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарский футболист будет играть за питерский «Зенит». Анастасия Павличенкова на теннисном турнире попытается выиграть 37,000 евро. Бронзовая дзюдоистка Анастасия Конкина. В Минске Белоруссия прошел открытый турнир Европы под дзюдо. Самарчанка Анастасия Конкина завоевала бронзовую медаль. На пути к награде спортсменка одолела соперницу из Израиля Нельсон Леви. Второй поединок Конкина проиграла немке Джоан Мюллер. Однако реабилитировалась на англичанке Кони Рамсей. Матч за третье место Анастасия провела против известной ей итальянки Логу Дичи Мартины и победила ее. Хотя на международном турнире в Марокко Мартина одержала верх. Напомню, Конкина в этом сезоне уже показала несколько ярких побед. В марте стала третьей на открытом Кубке Африки. В мае выиграла Кубок Европы. Анастасия Павличенкова намерена выиграть призовой фонд на международном теннисном турнире в Голландии. Чемпионке достанется чуть больше 37 тысяч евро или 2 миллиона 300 тысяч рублей. После жеребьевки Самарчанка была посеяна шестым номером и в первом раунде соревнований сыграет с победительницей квалификации. Если Павличенкова станет чемпионкой, то кроме призовых теннисистка получит еще 280 рейтинговых очков. Чемпион России по футболу по версии премьер-лиги Питерский клуб «Зенит» подписал контракт на 4 года с самарским игроком Артуром Юсуповым. Полузащитник до этого выступал за московское «Динамо». Становление профессионала проходило в Тольяттинской академии футбола и в командах крылья Советов СОК и Тольятти. Потом 7 лет Юсупов забивал голы за столичных полицейских – 8 мячей в 115 матчах. Также самарский футболист выступал в юношеской и молодежной сборных России. Играл за главную команду страны. Субтитры создавал DimaTorzok